МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состав из 28 курсантов, среди которых 4 девочки, отправился сегодня в свой первый поход на Ялах. Перед стартом с напутственными словами к ним обратились их старшие наставники. Это их самое главное испытание. Это не просто сдать сессию, это выдержать урок на мужество. Конечно же, хочется пожелать им попутного ветра, 7 футов под кильем. Мы все их ждем с нетерпением, здоровыми, сильными и возмужавшими. Прежде всего, шлюпочный поход – это завершающий этап первого года обучения для ребят. Именно в этом походе они смогут почувствовать локоть друга и проверить себя на выносливость. Вместе с юношами в путь по реке отправились и несколько представительниц прекрасного пола. Хотя профессия судоводителя считается далеко не женской. Не женская, но почему такие стереотипы вешают? Я не знаю, мне кажется, если есть сила духа, сила воли, то все можно, если очень сильно захотеть. И не страшно ли вот это идти? Ну, страшно, но, не знаю, интересно. Это как-то так, не знаю, волнительно что ли, так почетно, что именно нас, девочек, взяли. Как рассказывает Марина Клочкова, ребята девчонкам всегда и во всем помогают, поддерживают их. Поэтому идти с ними в поход не страшно. Проводить курсантов пришли и их друзья, и знакомые, и, конечно же, родители, которые остались ждать своих юных речников на берегу. Он уже во второй раз пошел в поход и желаем добра здоровьица, и с Божьей помощью все будет хорошо. Волнительно ли он? Конечно, конечно. Надеемся на его силу, умение, терпение, навык и счастливого пути. В течение нескольких дней юным морякам предстоит питаться только консервированными продуктами и готовить еду на костре. Первая остановка их ждет сегодня чуть ниже Красавина. На ужин – макароны по-флотски. Алена Белозерцева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».